День энтузиаста Ни шагу без песни или гитару в руки А замерзший физтеховский ум придумал столько инновационных идей Что срочно пришлось открывать бизнес-инкубатор Все это и многое другое вы увидите в нашем выпуске Добрый вечер, мамы и господа Леди и джентльмены Мы рады приветствовать вас в концертном зале МФТИ На третьем ежегодном Дне Энтузиаста 2007 А сегодня вы увидите энтузиазм различных призовых категорий и паук Надо сказать, что цель сегодняшнего мероприятия было то, чтобы люди, выходя из этого зала Обрели энтузиазм в своих глазах Но чтобы энтузиазм попал в глаза, надо сначала, чтобы глаза увидели энтузиазм Ну что ж, я думаю, предоставить слово видеожурнал «Кульсар» В этом экране не вынуждается Итак, как уже сказали эти молодые бодрые ребята Что такое видеожурнал «Кульсар»? Это молодые юноши и девушки, которые бегают с оборудованием по территории МФТИ Москвы и Московской области, дабы донести до ваших глаз и ушей все самые интересные вещи, которые происходят На этой сцене стоял крест, на котором распинали Христа Ну вот, в натуре, это было во времена КГБ Ну, в натуре вот так вот, на сцене Зато мы собирались, вот в том фойе, мы собирались, у нас была хореография У нас были занятия сценической речью, мы умели танцевать, мы умели двигаться по сцене Сценические бои, фехтование, ну и так далее То есть, интересов была масса И сейчас, я знаю, многие фистехи занимаются танцами Например, на фистехе существовала кофейня Она была знаменита на всю Москву Вот, что такое кофейня Значит, сами ребята Это было вот в стенах столовой Сами ребята Значит, на кофейню попасть было непросто Вот, были организаторы Был совет кофейни Который приглашал девушек из таких, ну, больших достаточно количествах Всегда разных Вот Из ведущих таких вузов, которые к нам были весьма дружелюбны Вот здесь, на этой сцене проходили конкурсы на лучшую группу Москвы Где там какой-нибудь Козлов, теперь его по телевизору только можно увидеть Того же Макаревича, там, под названием, там, ну, таки, Арсенал, там, Чаев какой-то, там, ну, много чего было Градский возле искричал на этой сцене Вот, теперь уже, там, такие маститые люди Все это было Это был фистех, что все в ваших руках Вот, не случайно, за день энтузиаста Проявите энтузиазм Сегодня 15 сентября Погода нас совсем не балует Но это не помешало инициативной молодежи Собраться в роще на конкурс Ни шагу без песни Или гитару в руки Конкурс этот проводится под патронатом Комитета по спорту, туризму И делам молодежи города Долгопрудного А также при участии комитета Молодая гвардия Конечно, в этом конкурсе приняли участие и фистехи Давайте восклицать Друг друга восхищаться Высокопарных слов Что хотелось сказать по делу Значит, я сейчас вам расскажу Если кто не знает, как все это будет проходить Если кому-то интересно Значит, сначала Первый номер в программе у нас планируется непосредственно сам конкурс Будут играть группы Они просто будут сыграть Давайте горевать и плакать откровенно То вместе, то поврось, а то попеременно Не надо придавать значение злословью ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здравствуйте! Сегодня 20 сентября Равно 40 лет назад На базе факультета общей прикладной физики Была открыта кафедра системный анализ и менеджмент Сегодня здесь собрались люди, которые имеют непосредственное отношение к этой кафедре Те люди, которые ее открывали Выпускники И просто те, кто очень хочет, чтобы эта кафедра процветала Итак, посмотрим В 67-м году, в июне 67-го года Академиком Глушковым Была создана кафедра Ордена Ленина Института Кибернетики В Киеве В Украинской Академии Наук Тогда это была прорывная идея Как потом уже оказалось Это была первая кафедра за пределами Москвы и Московской области Я считаю, что такой педагог, как Федор Федорович Это просто совершенно выдающийся человек Он предвидел, что именно надо такую кафедру, как наша Пусть она будет бракодаврой и так далее Но наука делается не только в физике И не только в математике А новые технологии Они, вообще говоря, тоже, как говорится, создают Очень мощные и интересные вещи Просто расскажите, почему здесь, как здесь Мы здесь собрались для того, чтобы отметить Несколько очень интересных и важных мероприятий Которые у нас недавно произошли Это, прежде всего, 40-летие кафедры кибернетики Которая была создана при Киевском отделении Фистеха Это была, вообще говоря, первая периферийная кафедра на Фистехе Эту кафедру создал совершенно выдающийся ученый Виктор Михайлович Глушков Еще здесь вместе с 40-летием кафедры Еще и отмечаем 60-летие Владимира Алексеевича Это первое Второе, у нас, значит, мы отмечаем 10-летие кафедры системной интеграции менеджмента Которая была создана на ФАПФЕ И мы проводим программу, так называемую, Double Master И сейчас она перешла в программу Double PhD То есть, на самом деле, наши студенты, обучаясь одновременно в Фистехе И на Нианском технологическом университете, получают два диплома Диплом, значит, мастера, Master of Science NTU И магистра прикладной физики и математики на Фистехе Действительно, это очень хорошая кафедра И она могла возникнуть не везде Она могла возникнуть только на ФАПФЕ Потому что... Почему на ФАПФЕ? Потому что это особая атмосфера Потому что мы думаем, чем надо заниматься Вот человек, когда родился, он не знает, чем заниматься И все думают, вот закончил он институт И вот он станет гением, он там академиком станет Фистех, МГУ и так далее Сейчас, в связи с развалом государства Государство создается новое И какие ниши в нем еще не освоены Собственно, не очень и понятно Поэтому, поскольку строится новая экономика Новая И в этом плане, значит, ищется Как более цельно и как это Более простым путем Войти в эту систему Компьютерное управление сложными системами Физическими, политическими, экономическими Очень важно и востребовано И очень интересно для молодого поколения Которые хотят приложить свои силы И вот такая кафедра организована 10 лет назад И на ней идет сплошной поток студентов Со всех факультетов Надеюсь, в следующей неделе Встретит нас тепло и радушно Будьте в курсе Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова